Геннадий Тихонович, лагерь был расформирован. В каком положении сейчас находится состояние этого лагеря и как будет с теми постройками, которые были при старом лагере, который находится в поле на навозной куще? Вот это в курсе дела был. У нас тут все это на виду. Иногда говорят, зачем вы выставляете там, они узнают, что вы думаете делать, а я смотрю так. Вот свет, все делаешь здесь светом, говорит, явно есть. И поэтому у нас тут ни деньги мы не прячем, ничего нет. А почему не сказать? Мы можем сказать, вот такой документ, вот его только надо прочитать. Так, подожди-ка, это не об этом речь идет. Вот этот, просчитай документ. А что у меня он такой? Я его сейчас уже не буду, даже взял. Ага, вот у меня где. Вот, зачитай. 19.07.2016 год, поселок Потеряевка. Протокол номер 52. Собрание деревенской общины поселка Потеряевка. Присутствует... Протокол чего? Собрание. Присутствует 17 человек. Повестка. Первое. Известить жителей поселка Потеряевка о закрытии лагеря Стана. А почему? Потому что только что на нас там напасть такая была. Второй вопрос. Передача собственность деревни Потеряевка, построек, восьми кельи для ночевок, столовая на открытом воздухе, кухня, пекарня, игровой зал и игровая площадка. Все огорожено. Общая площадь около трех соток бросовой земли. Детского православного трудового лагеря Стана в честь священномученика Климента Анкирского в 312 году помер. Он был казнен. Слово попросил Лапкин Игнатий Тихонович. Это выступал кто впереди? Ну, видимо, это староста объявлял. Да. Он сообщил, что лагерь Стан, который существовал под его руководством 45 лет, считать сегодняшнего дня 19.07.2016 года официально закрытым. Больше в таком статусе лагерь существовать пока не будет. Но бросать свое любимое дело, дело сохранения молодого поколения, воспитания молодежи в Боге, он не собирается. В этом году лагерь был закрыт 18.07.2016 года. То есть вчера было закрыто, а сегодня на следующий день было собрание. 22.00. Когда к лагерю в это время подъехала полиция, Игнатий Тихонович поделился планами на следующий год. Кавычки открыты. На территории поселка обустроить несколько домов, в которых можно будет детям спать и готовить им еду. То есть это секретарь сидела и записывала? Пилы. Хозяева домов приглашают в гости детей. Родители детей пишут достоверность на этих хозяев. Достоверность. Доверенность. 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 Найти волонтеров, которые будут заниматься и пораживать с детьми. А режим будет такой же. Каким был в лагере Стане. Ранний подъем, зарядка, молитва, чтение Евангелия, посильный труд, купание и так далее. Так будет до тех пор, пока власть не изменит свое отношение к бессмертным душам детей. Их нужно научить жить по Евангелию. Без этой цели смысл жизни отсутствует. Останется только животный страх умереть от микробов, бацилл, палочек. Это мое выражение закрыто. Так. По второму вопросу выступил староста поселка Потерявка Барабаш Игорь Александрович. Он сообщил, что им получено письмо от основателей начальника детского православного трудового лагеря Стана в честь священномученика Климента Анкирского, Лапкина Игнатия Тихоновича, в котором сообщается, что в связи с закрытием лагеря Стана, его ликвидацией, ввиду абсолютной невозможности его осуществования в связи с сильными нападками в июле 2016 года от Роспотребнадзора, все постройки лагеря Стана передаются безвозмездно в собственность поселка Потерявка. Летом там будут проходить занятия жителей деревни Потерявка по изучению Святой Библии. Здесь же будут приниматься гости и приехавшие на день крещения. И для новопостеленцев есть место, где им можно ночевать и укрываться от непогоды, пока они построят себе жилье. Лагеря Стан не занимал ни одного квадратного метра земли, годный до сельхозугодий. Он на навозной куче среди зарослей крапивы, 200 метров от деревни к северо-западу. Этот лагерь Стан просуществовал в течение 45 лет без помощи государства. Здесь отдохнули тысячи детей и их родные. Показан живой пример того, что можно и в бедности жить красиво и интересно, никому не жаловаться на свою бедность, но молиться за всех. Это настоящий музей под открытым небом, чтобы видели последующие жители, что никогда не нужно отчаиваться, ибо новый день со Христом Иисусом подает новые надежды на радостную, свободную и счастливую жизнь в Боге, по Евангелию, в жизни в Духе Святом. Решили принять постройки лагеря Стана в собственность деревни Потеряевка и в дальнейшем обеспечивать сохранность всех этих построек. То есть шифер теперь тебя сорвет, ветер весной откопать, оно же все из глины там сляпано-то так, чтобы они это сохраняли. Староста поселка Потеряевка Барабаш Игорь Александрович, протеерей Иаким Лапкин, секретарь Барабаш Елена Анатольевна. Вот и все. Вот в каком состоянии находится лагерь. Там нашего, ну что там лежит, это уже другое. Вот. Сегодня задали вопрос мне, где у вас можно найти, ну, что вот как молятся там, дома там, в лагере. Что-то не можем найти на вашем канале, видеоканале. А вот мы как раз и покажем сейчас. Считай. Игнатий Лапкин пишет. Нам постоянно пишут, спрашивают, как упорядочить утренние, вечерние и в иное время молитвы. И как это у нас, где и когда. Здесь показано 43 ролика из нашей жизни, в разные периоды времени и ситуации. Может быть, кому-то это может оказаться нужным и полезным. Так, теперь я вот это сейчас, подожди-ка, чтобы было видно, сейчас все это увеличу. 20-й. А это что у меня, 20-й? Нет. Наверное, не дотянул. Да. Вот какое начинает. Название роликов. Вот спросили, ни одного не могли найти. А я залез и сразу нашел 43 ролика. Только о молитве. Считай по порядку. Но это не будем говорить, каждый пусть смотрит. Если вот так контронажал, а потом на него... Ну, вот так заряжайте по-русски. Дальше. Утро. Молитва. Чтение Евангелия. Топим печку о переплете. Дальше. Молитвы утром и вечером. Игнатий Лапкин. Дальше. Утро раннее. Пойдем всегда в 4.40. Молитва и чтение Евангелия. 10 октября 2016 год. Номер один. Фроликов роман. Утро. Работа. Молитва. Разъяснение психики. 16.06. Утро. 9.06. 15 год. Молитва. Чтение Святой Библии. Уезжаем снова. Утро. 3.02.2015 год. Молитва. Святая Библия. Интернет. Голуби. Комментарии. Дальше. Молитва на новом месте. На холме утром. Дальше. Посадка картофеля. Молитва. Игнатий Лапкин. Где и на картофеле молимся-то. И утром ставим. Дальше. 27.12.2011 год. Утро наше. Игнатий Лапкин. Дальше. Утренние молитвы с разъяснением. В Потеряевке. 14.05.2016 год. Дальше. Утренние молитвы. Пояснение. Как стать профессионалом в любом деле. 12.07.2016 год. Молитва за живых и отошедших. 1.05.2014 год. Владимир Пашенко. Молитва и чтение Евангелия с толкованием. Лагерь Стан. 11.06.2016 год. То есть в Стане. Молитва. Молитва во главе. Игнатий Лапкин. Дальше. Четкий. Не для игры. Но для молитвы. Игнатий Лапкин. Дальше. Молитва за стол на престольный праздник в поселке Потеряевке. 16.09.2016 год. Ищи за стол. Молитвы на сон грядущем. Дальше. Молитвы. Место молитвы. Пейзажи. Лагерь Стан. 16.00 год. Дальше. Наши утренние молитвы. Время Великого Поста. 12.04.2016 год. Автозапись. Дальше. Первая молитва в лагере Стане. 10.06.2016 год. Дальше. Собрание. Масленица. Ответ на молитвы. Молитва за Юлию. 15.02.2015 год. Молитва о дороге. 12.00 год. Лапкин Игнатий. Утренняя молитва. Где? Тимофею на память. 28.06.2015 год. Это все ролики. Ролики большие. Утренняя молитва. На холме в детском православном лагере Стане. Поселка Потеряевка. 14.07.2016 год. Подход ко кресту. Из-за причастной молитвы. 15.00 год. Дальше. Возвращение детей с малины. Молитва под березкой. Воспоминания. 12.07.2016 год. Молитва с воздеянием рук. Игнатий Лапкин. Дальше. Номер первый. Молитва детей болящих. Водосвятие в Сочельник. 18.01.2015 год. Молитва близ Камская. 12.00 год. Игнатий Лапкин. Дальше. Утренняя молитва. И о тысячелетии. 6.12. 14.00 год. Рейх на земле. Номер четвертый. 8.1.12. Молитва 7 минут 7 раз в день. Дальше. Молитва в ночи при благовестии. Игнатий Лапкин. Дальше. Вечер. Молитва. Костер. Миссионерские поездки. Лапкин Игнатий. Дальше. Молитва на бугре. Не принимать лживое. Дальше. 5.25.12.2019 год. Окончание занятий. Молитва Игнатий Лапкин. Дальше. Посадка картофеля. Молитва Игнатий Лапкин. Дальше. Село Павловск. Молитва Игнатий Лапкин. Дальше. 13-й год, 17-й, 02-й, молитва после ночевки в предгорья Кавказа Дальше, где бы ни был, молись семикратным в день, 12-й год Подлинный лик московской патриархии, Нина Жолнирова, 16-й год Приезд, жить, потерявку, новый человек и гости на день Потерявки, 16-й, 17-й мая Затруднения на молитве от опыта домашнего, 15-й, 07-й, 15-й год Детский православный лагерь Стан Дальше, Украина, молиться за Петра Порошенко нужно На 8-й, 11-й, 16-й год Ну, вот на этом все То есть, видите, о лагере сколько сказано Как лагерь, так же будем молиться Утром на молитву, туда, где были, там вместе Игры там все, но там уже не будет, лагеря там нет Это деревенское Ну, у них можем даже спрашиваться, не спрашиваться Дети там будут, ну, днем там пастухи зайдут, отдыхают Теперь уже все официально, документ подтвердил Вот и все на этом А дальше я и сам не знаю Мы только надеемся на Бога Но уже находятся люди, которые будут с детьми Уже сегодня Конкретно можем показать И минимум два человека уже будут Но нам нужно будет еще побольше Потому что небольшими группами Где там Роман, есть второй домик там во дворе Там еще можно принять, там законопатить только И все Ну вот Все на этом закончим Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому